Привет, подписчик ДТФ! С тобой Павел Пивоваров. Я думаю, ты заметил, что в этом году линейка эксклюзивов для консоли от Sony очень и очень крута. Мы получили массу классных игр, но одна затмила их всех. Я говорю о самом классном эксклюзиве для PlayStation 4 в этом году. Я сказал о самом... о самом классном. Да, это NEC 2. Игра, которая не побоялась бросить вызов Destiny и выйти с ней практически в один день. На самом деле, Activision почему-то не побоялась поставить релиз своего шутера Кана Вечерок рядом с величайшим эксклюзивом. Да вы просто посмотрите, эта игра взяла лучшие из большинства эксклюзивов PlayStation. Здесь по сюжету древние машины восстают из-под земли. Вы отправляетесь в удивительные путешествия в Тибет, на тропические острова и следуете планету. Паш, хорош поясничать, делай уже обзор. Да, на самом деле, я делаю обзор на эту видеоигру, потому что плохо себя вел, так что поехали. И если кто-то вдруг не понимает, почему я так издеваюсь над несчастной игрой, зачем она это заслужила, я расскажу. Первая часть NEC, которая от российской PlayStation получила гордое название КНАК Смельчак. Наверное, все-таки НЕК Смельчак, так что некая путаница в названиях даже нормальна. Так вот, эта игра выходила на старте PlayStation 4. Разрабатывал ее Марк Серни. Разработчик, который в той или иной степени причастен к сериям Crash Bandicoot, Sonic, Ratchet & Clank, был главным инженером PlayStation 4, создал игру NEC. Такой платформер, весь такой мультяшный, мильники, про небольшого робота, который создан из древних артефактов, который может увеличиваться, уменьшаться. И в теории из этого могла бы выйти интересная классная игра, которая была так нужна PlayStation 4 на старте. Но NEC вышла никакая. Абсолютно никакая. Мне кажется, просто ни у кого в Sony не нашлось вот железных яиц, чтобы отказать милому взгляду добряка Марка. И сказать ему, Марк, нам не нужна эта игра. Он просто сделал ее, выпустил, все про нее забыли, и вот внезапно выходит вторая часть. Сюрприз! Зачем? Почему? У меня нет ответа на этот вопрос. По сути, NEC 2 это тот же самый NEC. Это игра, которую и поругать трудно, но откровенно не за что похвалить. Вот как я не пытался найти хотя бы что-то в ней хорошее. Она больше похожа на мобильный раннер, который ты запускаешь просто, чтобы механически что-то потыкать. Пока смотришь телевизор, стоишь в очереди или ждешь, пока загрузится нормальная игра. Надо ли говорить о том, что сюжет типа, ой, какие штуки поднялись и все уничтожат, неинтересен. Но стоит сказать о том, что диалоги иногда выглядят просто отвратительно. Вот после этого... Как же хорошо побыть с любимым племянником. Так я же у тебя один. Ну, это да. Я испытывал настоящий испанский стыд. И мне трудно представить, как можно сделать такой простой диалог настолько кривым и просто неестественным. Но хрен бы с ним сюжетом. Это типа платформер, давайте разбирать, что там как и к чему. Здесь, правда, есть платформы, вам, правда, надо прыгать и решать кое-какие загадки. Честно говоря, ни одной трудной я не нашел. Там потяни, здесь выдвини, тут подставь. В принципе, все довольно понятно и логично. И видно, что игра рассчитана на детей, потому что после того, как ты, ну, секунд 15, ты вот призадумался, ну, не сразу сообразил. Не потому что ты глупенький, а там что-то не разглядел. Игра тут же тебя там, эй, парень, вот здесь вот, вот там подвигай, здесь то-то. И это не ощущение, когда игра ведет тебя за руку. Это ощущение, как будто игра ведет тебя в наручниках и не дает тебе сделать ни шаг вправо, ни шаг влево. В одном месте мне нужно было перепрыгнуть по нескольким платформам. Выполнить эту задачу у меня получилось не с первого раза. И я упал вниз. И я не смог попасть в то место, откуда начинал эту загадку. Выхода из этой ямы не было никакого, кроме телепорта, который отправил меня сразу наверх. К уже решенной задаче. И это не детская игра. И это игра для младенцев. Мне кажется, если просто минуту не трогать геймпад, она начнет играть в себя сама. И ты сможешь просто смотреть это как мультик. Но с другой стороны, а вот это в детской игре нормально? Бои здесь тючку поинтереснее. У вас есть разные приемы. Вы можете ставить блок, делать контратаки, которые будут отбрасывать даже летящие снаряды. И это прикольно и в какие-то моменты даже увлекает. И, в общем-то, кое-где я даже умирал по неосторожности. Скорее даже от неожиданности того, что игра может хотя бы какие-то зубы мне показать. Есть, в общем-то, даже более-менее интересные драки с боссами. Но показательный момент. Кристалл, который иногда появляется, когда врагов очень много, дающий неуязвимость вам на некоторое время. И если вы когда-нибудь будете делать игры, запомните, нету ничего скучнее неуязвимого главного героя. Поэтому битвы можно назвать в некоторой степени интересной. Но, имея все остальные слабые стороны в игре, проходить, покупать даже по скидке NEC 2 ради этого не стоит ни в коем случае. Похвалить ее, наверное, можно было бы за красивый арт-дирекшн. Персонажи милые, интересные, нарисовано все это классно. Но проблема упирается в то, что это такой вот платформер, где ты даже не можешь поднять камеру. То есть, когда я оказываюсь в тропическом острове, мне хотелось бы увидеть его небесную линию, какие-то закаты, какие-то... Нет, чувак, на правом стике у тебя дэши, и ты с этим ничего не поделаешь. Поэтому даже свою сильную часть визуальную NEC не может использовать на полную катушку. И в итоге получается у нас игра ни-ка-ка-я. Тот из вас обязательно скажет, что, Паша, может быть, если бы ты играл в кооператив, игра была бы веселее? Не уверен, я знаю, что кооператив спасает многие игры. Но кооператив, где вы как-нибудь интересно взаимодействуете с вашим напарником, а не там, где вы делаете одновременно те же самые скучные действия. Так что, увы. И лично я не понимаю, зачем эта игра вообще нужна, когда есть переиздание Крэша, Прэчет и Кланг и куча других замечательных игр на PlayStation 4? Зачем? Ну, это да! И я не думаю, что этим видео я кому-то открыл глаза. Скорее всего, вы все знали, просто я хочу вас предупредить. Никогда, ни по какой скидке, каким бы пьяным вы ни были, не покупайте это. И даже если игру предложат вам в PlayStation Plus, а у вас будет уже куплена подписка, хорошенько подумайте, стоит ли это того времени, которое вы потратите на то, чтобы добавить игру в библиотеку. Я серьезно. А с вами был Павел Пивоваров. Играйте только в хорошие игры, заходите на dtf.ru, приходите смотреть наши передачи и трансляции на Twitch. Все ссылочки будут в описании. И до новых встреч. Пока!